Здравствуйте! На канале просвещение программа «Высшая школа» и с вами ведущая Енина. И Владимир, здравствуйте! Сегодня мы решили поговорить об образовании в сфере экологии. Обсуждаем Московский государственный университет инженерной экологии. Ну а сейчас мы представим наших гостей в студии. Валерий Любартович, профессор, декан факультета вечернего образования. Скопинцев Игорь, заведующий кафедрой «Полимер-сервис». И Адам Гонопольский, доктор технических наук, заведующий кафедрой техники и технологии переработки отходов. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Кого в первую очередь вы готовите в своем вузе? Наш вуз вообще отличается тем, что он является практически единственным в Москве государственным учебным учреждением высшего профессионального образования для подготовки инженеров-экологов. Эколог – специалист широкого профиля по проблемам охраны окружающей среды, инженерной защиты окружающей среды, мониторинга окружающей среды и других сопутствующих технологий и технических устройств. Экологические проблемы сейчас выходят на первый план, а наш институт химического машиностроения уже тогда имел все предпосылки стать лидером экологического образования. Почему? Да потому что все наши кафедры, все наши специальности были нацелены на то, чтобы готовить специалистов именно в области создания устройств для защиты жизненного пространства человека, жизненного пространства города, страны от вредных воздействий любого происхождения, будь оно техногенное происхождение или природное происхождение. А можно чуть поподробнее, что это за устройство, что это за технология? Ну, кафедра, на которой я работаю, она даже в масштабах нашего вуза молодая, но, тем не менее, ее создание было обусловлено критическим состоянием в области обращения с отходами в нашей стране. И название кафедры техника и технологии обращения с отходами, оно полностью отражает потребность городского хозяйства Москвы и России в целом в тех инженерах-технологах, в инженерах-конструкторах, которые знают, что делать с отходами. С отходами производства, которые образуются в периметре предприятия, с отходами потребления, с теми, которые находятся в наших с вами домах, с теми отходами, которые уходят в канализацию, с теми отходами, обезвреживание которых и является основой создания комфортной среды обитания, которая должна быть гарантирована конституцией каждому гражданину нашей страны. Ну вот не секрет, что в Европе, в Японии, в таких развитых странах отходы бытовые уже давно разделяют по определенным направлениям. Так вот у меня вопрос, когда это будет в России? Мы пробовали говорить с домостроительными организациями, с проектными организациями. Нам сказали, граждане дорогие, это площадь, которую вы хотите под эту площадочку. Это деньги, которые не получат строители. А цена квадратного метра вам в Москве хорошо известна. Значит, наверное, нужны какие-то законы, которые могли бы регламентировать сбор. Да. Нужно дополнить домостроительное законодательство необходимостью иметь специальные помещения для селективного сбора. Европейский опыт, мировой опыт показывает, что там, где в застройке превалируют дома меньше трех этажей, опыт этот великолепно работает. У каждого домика стоят соответствующие ящички. Контейнеры. И все туда спокойно собирается, никаких проблем нет. Но заставить бабушку с 17 этажа, с пятью пакетами, тащиться в лифте, где есть еще другие люди, вы же понимаете, что это нереально. Но все равно надо к этому... Нет экономических рычагов. К сожалению, это... Штрафы. Ведь в Европе штрафы есть. С кого брать штрафы? С населения? С населения. А при чем тут население? У вас на кухне сколько метров? У меня, например, одно ведро помещается. Если я попробую поставить другое, меня жена выгонит вместе с ним. Вы действительно стараетесь сохранять эту благоприятную среду, которая у нас есть. Какие еще примеры можно назвать? Недавно были на конгрессе ПластП рабочек, и там была тоже затронута тема твердых бытовых отходов. Оказывается, в Европе... Вот мы проскочили, как вот в выступлениях некоторых участников этого конгресса, прозвучала следующая тема. Хорошо, что мы проскочили стадию раздельного сбора мусора. Хорошо. Потому что экономисты в Европе уже посчитали, что средствами, техническими средствами перерабатывать мусор на станциях дешевле, нежели делать его, так сказать, делать его, так сказать, Адам Михайлович, пакетиков в сумочках и так далее. Поэтому даже может быть хорошо для нашей страны, что мы эту стадию прошли. Я не знал об этом. Это было буквально реально несколько дней назад. Поэтому я тоже не знал об этом, но вот, так сказать... То есть, таким образом мы сразу входим совершенно в другую плоскость, да? И разделение мусора будет происходить на заводах. Конечно. Я могу на эту тему немножко больше рассказать, потому что, кроме того, что я заведую кафедрой, я еще являюсь заместителем генерального директора крупнейшего в стране предприятия по переработке бытовых отходов. Так вот, промышленная переработка – это основная генеральная линия во всех городах, во всех агломерационных системах поселений. И именно это является основой сохранения экологической безопасности любого города. Ваш ВУЗ готовит студентов, направляя их на развитие новых технологий по переработке мусора. То есть, есть у вас свои лаборатории, исследовательские какие-то центры, которые помогут стране в перспективе перерабатывать мусор так, чтобы он не накапливался, как мы знаем, большие горы бывают? Безусловно. У нас много таких лабораторий, в которых работают студенты, и аспиранты, и магистранты. Они, эти, так сказать, наши обучаемые молодые люди, девушки, получают там необходимый объем знаний по всему комплексу проблем, которые возникают при какой-то решении конкретной задачи. Тогда скажите, пожалуйста, какая самая востребованная специальность в вашем ВУЗе? Куда больше всего студентов приходит обучаться? Вы будете долго смеяться, но самое востребованное, если вы спрашиваете именно по поводу, куда они хотят идти, они идут на гуманитарные специальности. Почему такой выбор? У нас такие есть. У нас есть гуманитарные специальности, и поэтому там... А какие гуманитарные специальности? У нас есть экономика управления, но это как бы связь между теми процессами, которые и технически, в том числе, экономика для технических специальностей тоже годна. Экономика промышленной. Да, промышленная, что касается промышленности. Менеджмент организации. Есть очень прекрасная специальность реклама. Ну, это немножко не по профилю все-таки в вашем ВУЗе, наверное. Тем не менее, это техническая реклама. И для продвижения продукции на рынке, любых предприятий, на которые приходят наши выпускники, и которые работают в сфере нашей деятельности, для них техническая реклама – это один из способов достижения какого-то успеха. Технического, финансового и так далее. Поэтому наличие такой специальности в нашем ВУЗе, в общем-то, вполне объяснимо. Там читаются курсы технического дизайна, поэтому все это связано. Но если говорить о том, вернемся к тому вопросу, где самый большой конкурс, они вот на эти специальности. Но министерство нам постоянно снижает количество мест. Суда. Бюджет. Бюджет, да. Вне бюджета, конечно, там можно. А на технический специальности конкурс примерно одинаковый. Ведь к нам поступают классы, между прочим. Это базовые какие-то школы? Это базовые школы. Но это школы ваши подшефные? У нас несколько десятков школ, причем в разных городах страны. По всей России. По всей России мы проводим, ну как, ТУВА, Старая СКОЛ. Пожалуйста. То есть вы приезжаете в эти школы, агитируете поступать в ВОЗ. Я занимался этим вопросом. А тогда как, скажите, пожалуйста, способы поступления в ВОЗ? Достаточно ли сдать ЕГЭ? Или... Теперь так. Теперь так по закону. У вас нется диссидования? Нет. У нас нет. Они запрещены. Просто запрещены законодательством. Дополнительные экзамены запрещены. С прошлого года уже жестко. Если раньше еще год на два года назад можно было, так сказать, один экзамен профильный делать в ВОЗовский, то с прошлого года это уже все... Ну, вернее, с этого года это уже все запрещено. Другие интересные подробности о вашем ВОЗе мы узнаем из нашей рубрики «Досье». Давайте посмотрим сюжет. Московский государственный университет инженерной экологии открыл свои двери для студентов в 1920 году. Правда, тогда он назывался Институтом химического машиностроения и готовил инженеров-механиков для химической и легкой промышленности. В настоящее время университет готовит специалистов высшего профессионального образования на семи факультетах по десяткам специальностей и направлений. В МГУ ИЭ обучается около 4000 студентов и более 200 аспирантов. Большинство преподавателей имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. Университет сегодня – единственный государственный ВУЗ, который готовит специалистов широкого профиля по охране окружающей среды, инженерной экологии и городского хозяйства. Также руководством университета наложены контакты с крупными научными и научно-производственными организациями и университетами почти 30 стран мира. У студентов есть возможность проходить практику за границей, что, безусловно, является хорошим подспорьем для дальнейшей карьеры. У каждого ВУЗа есть своя эмблема, есть свой символ. Есть ли у вас такая аббревиатура, эмблема, символ? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Да, есть. Конечно, у нас не очень такое удовопроизносимое наименование МГУИЕ. И когда встал вопрос о создании эмблемы, это было, по-моему, еще в 96-м или 97-м году, у нас был конкурс объявлен на эту эмблему. И вот, в конце концов, пришли к такому решению, которое было показано здесь вами. Это, в общем, земной шар, как бы, сказать, окутанный буквой «э» – экология. И цвета экологические мы старались подобрать для этой эмблемы, для того, чтобы, так сказать, было понятно, что здесь работают люди, которые и учатся люди, которые будут, в общем-то, охранять планету от всевозможных неприятностей с точки зрения воздействия на окружающую среду. Можно еще очень много рассказывать о тех специальностях, которые у нас существуют. Ведь, вы знаете, наличие у нас университетского образования предполагает, что здесь есть такой большой спектр различных специальностей разных направлений знаний. Например, энергоресурсосбережения. Вот у нас есть, например, кафедра, которая является, как я думаю, уникальной даже и для Москвы. Это кафедра, которая сотрудничает с ЮНЕСКО. Да, международная кафедра. Да, международная кафедра. Она была создана по соглашению с ЮНЕСКО, и ЮНЕСКО финансировала эти, так сказать, образовательные программы. Это нетрадиционные возобновляемые источники энергии. То есть, там студенты обучаются способом привлечения для, так сказать, энергетических проблем человечества возобновляемых источников. Что это такое? Это ветер, это солнечные энергии, это термальные источники, это даже биогаз, наверное, и биомасса. То есть, то, что, так сказать, естественным путем может давать какие-то энергетические... Рапсовое масло, наверное, тоже... Ну, это вот мы и говорим, да, это биомасса. Это биомасса, это все то, что оттуда. И поэтому у нас даже полигоны есть специальные для исследований в этой сфере, в Дагестане, в Сочи. Вот там у нас есть по соглашению с кафедрой ЮНЕСКО, кафедрой интервьюционной. Туда едут студенты? Да, там... На практику своего рода? Да, да, конечно. И там научно-исследовательские работы ставят совместные. И вот это тоже очень интересное направление. У нас, по-моему, 25 человек занимается по этой специальности. Причем они тоже, так сказать, с большим интересом относятся к получаемой там специальности. У нас, например, есть такая экзотическая для нашего вуза специальность, как прикладная математика. Вы знаете, что мы же технический вуз, в общем, прикладной. А тут это сугубо университетская такая фундаментальная специальность. Тем не менее, мы ее ввели, и она пользуется также большим успехом. Туда приходят люди, которые любят математику, хотят в дальнейшем заниматься программированием высокого уровня или решением каких-то проблем, связанных с применением математических знаний вот в этой сфере. Мы провели небольшой опрос среди студентов вашего вуза, чтобы узнать, почему же они хотят получить диплом именно этого университета. Давайте послушаем. Давайте. Это очень перспективная специальность, поэтому, я думаю, буду востребованным специалистом. Ну, на самом деле, вуз получился выбором спонтанным. Хотелось просто в химическую промышленность податься. Но, собственно, можно сказать, повезло, но я совершенно не жалею, потому что в итоге оказалось именно то, чем бы я хотела заниматься. Поступил он, как бы это уже был обоснованный выбор. Я заранее ходил на эти курсы. Как бы мне это интересно, непосредственно моя специальность. Поэтому решил поступить в данный университет. Сейчас химическая отрасль развивается, а нет людей, которые бы этим занимались. И поэтому, вот, я считаю, что это очень актуально сейчас. Хотелось работать именно в химической промышленности. И этот вуз, так как он ведущий в этой сфере, поэтому и я его выбрал. Потому что здесь готовят отличную базу, дают достаточно доступно. И хорошие преподаватели. Вот мы посмотрели сюжет, и сейчас сразу возник вопрос. Способы поступления, подготовительные курсы, лицей, может быть, у вас, который готовит абитуриентов. На самом деле у нас, вот мы, как уже говорили, достаточно большое количество базовых школ. И основная масса абитуриентов, конечно, приходит оттуда. Ну, естественно, есть подготовительные курсы, которые функционируют 9 месяцев, 6 месяцев, 3 месяцев. Есть еще одномесячные. Они платные? Они платные. Ну, там плата не очень большая, поэтому они тоже пользуются успехом. Есть базовые классы, так называемые, в которых происходит обучение нашими преподавателями непосредственно в школах. Требенту достаточно сдать ЕГЭ и потом принести нам документы и, так сказать, положить аттестат, главный аттестат положить, и тогда, так сказать, он будет зачислен. Многие сейчас делают большую ошибку, когда, так сказать, начинают между вузами перемещаться. Да, и в итоге можно попасть, не попасть вообще никуда, потому что там уже не будут принимать аттестаты, а здесь уже не принимают, и, так сказать, на этом все и закончится. Поэтому вот в этом процессе ЕГЭ есть вот такие подводные течения. Значит, надо, ну, наверное, все-таки правильно выбрать вуз заранее. Но если человек не выбрал вуз заранее, тогда, в общем, мы настоятельно рекомендуем пройти ЕГЭ по нескольким предметам. Вот в подшифтных школах вы объясняете те специальности, которым обучаются? То есть вы уже заранее готовите. Расселый комплекс этих мероприятий, конечно. Эти мероприятия начинаются, вот, так сказать, с октября месяца проходят Дни открытых дверей, встречи различные. Мы выезжаем в школы, проводим свои, такие, так называемые выездные Дни открытых дверей. Выезжаем в школы, выезжаем даже в регионы. Ну, вот Подмосковье здесь, как бы, проще это сделать, но даже выезжаем и в другие области. Вопрос, который интересует ребят из других городов по поводу общежития? У вас оно есть? Общежитие есть, оно достаточно приличное. Со спортивным комплексом, насколько я знаю. Оно, по-моему, строилось, что я точно поправлюсь, в Олимпиаде 80. В Олимпиаде, да. Поэтому там достаточно современные здания, прекрасные условия. Студенты занимаются, и там спорткомплекс, именно там. И там проходят по линии кафедры физкультуры, занятия проходят именно там. Они туда приезжают и там начинают заниматься. Там есть своя лыжная база, ну, в общем, там много-много всего. У нас есть своя команда КВН, прекрасная команда, они, так сказать, все время выступают везде. У нас есть свой остров. Да, и свой яхт-клуб. Мы об этом тоже хотели вас спросить. Да, да, и свой яхт-клуб. Похвастайтесь. Похвастаемся. Значит, у нас есть прекрасные яхты. Остров на... Там под Дубной. Там выезжают туда лагерем. Причем очень интересно происходит процесс перемещения яхт туда. Они идут караваном по каналу Москвы. Это всегда очень красочно. Вот. И, в общем, зрелищно происходит все. Там они становятся якорем... Становятся на якорь. Лагерь образуется. Они живут там... Ну, это спортивный студенческий лагерь, фактически. Да. Некоторое время там живут и проводят соревнования по яхтиному спорту. До вашего острова мы, к сожалению, пока еще не добрались. Но зато наш корреспондент побывала у вас в университете и провела небольшую экскурсию. Давайте посмотрим. С 1933 года Московский университет инженерной экологии занимает комплекс зданий на Старой Басманной улице. Отметившись свое 90-летие, университет гордится своей историей. Мы с вами находимся сейчас в мемориальном зале музея истории нашего университета, который был нами оборудован на месте алтаря домовой церкви, существовавшей когда-то здесь при нахождении здесь Александровского коммерческого училища до 1918 года. Затем эта домовая церковь была разрушена, и вот где-то в 90-х годах 20-го столетия в коллективе вуза возникло желание каким-то образом восстановить память о домовом храме в честь святого Александра Невского, который когда-то существовал здесь, в этом здании. Об истории университета и его научных деятелях также рассказывает кабинет редкой книги. Мы находимся в кабинете редкой книги, фундаментальной библиотеки нашего университета. Он создан у нас фактически недавно, но сконцентрировал все уникальные издания, которые накапливались в библиотеке, ну, наверное, с 1930-х годов. Университет старается шагать в ногу со временем. Создаются новые специальности, новые факультеты, но при этом руководству удается сохранять базу, наработанную десятилетиями. Одна из крупнейших кафедр университета – кафедра процесса и аппарата химической технологии. Здесь занимаются разработкой оборудований для защиты окружающей среды от выбросов вредных веществ. Это установка для исследования гидродинамических явлений и процессов тепломассообмена на контактных устройствах колонных аппаратов. Страшное слово. Очень страшное слово. Значит, они используются, такие аппараты, для осуществления процессов ректификации и абсорбции. Ну, процесс ректификации – это всем известный процесс для разделения жидких однородных смесей на составляющие компоненты. Ну, например, всем известная смесь, которую мы так успешно проедаем – это нефть. Более 60 лет существует кафедра «Полимер-сервис». Это единственный в Москве центр для подготовки инженеров-механиков широкого профиля в области оборудования и технологий для получения изделий из полимерных материалов. Материал, он будет новый на основе вторичных полимеров. Значит, вот здесь у меня отходы, ну, грубо говоря, полимерной пленки. Сейчас мы ее расплавим и наполним ее вот такими отходами древесных опил. Так, сейчас мы загружаем вот это на волковую машину. Включайте, вы там на кнопочку нажмите. Значит, вот материал расплавился. Теперь можно наполнять его этой древесной стружкой. Итак, в итоге мы получили вот такой материал. Значит, здесь 50% вторичного полимера. Вы видели, такая была пленка вторичная. И 50% древесной стружки, которую, как бы, ну, ее можно использовать, ну, и в том числе можно и вот так утилизировать, и тот, и другой вторичный продукт. Большое внимание руководство университета уделяет дополнительному образованию. У нас огромное количество студий. У нас активно занимается КВН, студия аэробики, современного танца, которая вот недавно на Фестасе заняла призовые места. У нас театр, зеленая лампа, который гастролировал по России, по вузам России, и которые принимали очень тепло. У нас парусная секция. До сих пор мы сохранили остров на Иваньковском водохранилище. Это около Большой Волги. И хочу сказать, что вот, наверное, достоинство студентов сегодняшнего дня, то, что они не замыкаются только на учебе, а они хотят активно жить, проводить время, собираться, встречаться, участвовать во многих мероприятиях, не только вузовского, но и всего российского значения. Не секрет, что многие молодые люди хотят зарабатывать деньги и одновременно учиться. Есть ли какие-то льготы у вас для этих студентов? Расскажите, пожалуйста. Здесь льгота, она как бы одна. Если он хочет зарабатывать деньги и учиться, он может идти на вечерний факультет, которым, кстати, руководит Ваен Анатольевич. Поэтому они могут, естественно, совмещать работу с учебой. И есть много прекрасных примеров, когда отсюда выходят прекрасные специалисты, потому что они знают производство. Они одновременно и работают, и учатся. И мы стараемся делать так, чтобы они работали все-таки по специальности. То есть вы как-то к этому располагаете, способствуете? Конечно, да. Даже помогаем найти рабочие места. Именно так. И кроме этого, естественно, вуз участвует во всех тех программах, которые предусмотрены в законодательстве с точки зрения льгот. Во-первых, военнослужащие, они имеют льготы при поступлении. Чернобыльские льготы, льготы по здоровью. Вообще, вот такая вариативность образования в нашем вузе, она, в общем-то, характерна не для всех технических вузов. Многие сейчас отказываются, например, от вечерней формы образования бюджетной. Они хотят зарабатывать деньги на этой форме и предлагают своим битуриентам, в основном, такие специальности, которые потом могли бы быть востребованы с точки зрения коммерческого образования. Очень многие кафедры нашего вуза сохранили еще с тех советских времен хорошие прочные связи с крупными промышленными предприятиями. Это и Московский нефтеперерабатывающий завод, это и то объединение, где я работаю. Мы с удовольствием принимаем на работу студентов наших, не говоря уже о том, что они постоянно проходят практику на наших заводах. Больше 150 человек в год мы пропускаем через наши заводы. Это постоянный обмен между промышленным предприятием и вузом. Он дает и вузу большее представление о том, а что нужно готовить, а кто нужен. У нас есть договор о целевом наборе. То есть я, как замгенерального директора, формирую группу молодых ребят, которые хотели бы работать на предприятии, и направляю их к себе же в университет, где мы по потребностям предприятия, я же знаю, на каких подразделениях, на каких заводах, какие профильные дисциплины им надо дать, чтобы это были специалисты, полезные в будущем. И составляется план под это обучение. И вот такой целевой набор – это одна из, с нашей точки зрения, одна из наиболее перспективных форм подготовки специалистов. Потому что не секрет, молодой человек приходит из вуза, ему нужно рассказывать все, начиная с места расположения проходной на этом заводе. А здесь ребята учатся уже и курсовой проект они делают на каком-то конкретном заводе. Они делают дипломное проектирование, курсовое проектирование. И они приходят на завод, конкретно зная, на каком рабочем месте он будет работать, какая у него будет зарплата, что с него потребует завтра, послезавтра, и каковы перспективы. Какой социальный пакет вы потом предложите. Да, и мало того, это действительно очень важно, вот тут правильно говорит Валерий Анатольевич, специализация нашего вуза, которая касается значимых для города специальностей. Ну не только, наверное, для города, для страны, наверное, все-таки. Ну и для страны, будем говорить так, для региона. Для региона. В основном это мы готовим специалистов для нашего региона. Это востребованные специалисты не только в области обращения с отходами, твердыми бытовыми, но и промышленными отходами. Знания они получают не только, проходя производственную практику, на отечественных предприятиях именно здесь. Я должен сказать, что те кадры, которые возглавляют и Адам Михайлович, и Игорь Викторович, постоянно отправляют своих студентов на производственную, знакомительную технологическую практику за границу. А какие страны? Вот сейчас Адам Михайлович и Игорь Викторович расскажет. У нас подписаны договора с несколькими университетами. Такого же профиля, да? Такого же профиля. Ну вот, например, не так давно наши студенты были в университете Кафоскары. Это Венеция. Мы проехали по целому ряду объектов, на которых проходят практику их студенты. И вместе с их студентами выполняли их же задания по практике. Потом в их же университете вместе с ними проводили инструментальный анализ тех проб, которые мы брали. Разрабатывали рекомендации по устранению тех экологических неблагополучий, которые были обнаружены на местах практик. Сейчас в стадии подписания еще одна интересная страна. Это Кипр. Есть университет... Да, необычный выбор. Есть университет Никосии. Город Никосии, их столица. Там есть университет. Сейчас идет подписание соглашения между нами ими. У них, несмотря на то, что Кипр позиционирует себя в европейском сообществе как страна рекреационная, страна для отдыха и туризма, есть очень большая проблема. Там много лет горят свалки. И так как наш ВУЗ обладает достаточно серьезными технологиями, которые позволяют привести эти свалки в нормальное состояние, специалисты заинтересовались, предполагается и обмен студенческими группами, и обмен научными работниками, и обмен преподавателями с тем, чтобы можно было почитать лекции на эту тему и там, и тут. Мы ждем их преподавателей. Такие международные практики, они как раз открывают нашим ребятам глаза, что от вас потребуется, что вы можете, покажите себя. И это, с нашей точки зрения, очень важный элемент высшего образования, вот того, к которому страна сейчас стремится. Очень увлекательная беседа, даже не хочется прерываться, но все же давайте на секундочку отвлечемся и посмотрим комментарии ректора вашего университета. Мы являемся единственным государственным ВУЗом, который полностью работает и готовит ребят, по какой бы специальности они не выпускались, именно с направлением экологической защиты окружающей среды. Кто бы они ни были экономисты, инженеры-экологи, машиностроители, все равно основное направление у них, чтобы они, разрабатывая аппаратуру и технологические процессы, в первую очередь они заботились о том, чтобы экология соблюдалась. Наши конструкторы используют самые современные программы, я думаю, никого не удивит название 3D, это уже объемное конструирование, это конструирование, когда можно поворачивать аппарат со всех сторон, заглянуть в него внутрь, вот это наши студенты умеют. Соответственно, у нас есть специальности и САПР, система автоматизированного проектирования, на которых студенты изучают новые методы конструирования, новые способы. Главная гордость нашего вуза — это в нашем преподавательском составе, который, несмотря на те исторические, причем в короткий срок изменения, которые произошли, не бросил свою работу, а продолжал в старых хороших традициях России и СССР, продолжал обучать студентов. И продолжает и сейчас. Ну и, конечно, как вы понимаете, когда открываются новые специальности, а у нас их сейчас много открывается новых, конечно, приходится разрабатывать новые программы, новые курсы, а это без опыта наших преподавателей просто невозможно. Поэтому основная гордость — это преподаватели. Второе — это, конечно, наши студенты-аспиранты. Потому что я могу авторитетно заявить, что молодежь у нас очень хорошая, тянется к знаниям. Им очень интересно, более того, когда я разговаривал с некоторыми преподавателями, они сказали, что давно не испытывали такого в хорошем смысле прессинга от студентов, которые пытались докопаться до тех моментов, которые в программе даже не предусмотрены. Поэтому ребята сейчас хорошие, выпускники просто замечательные. И я надеюсь, что наши выпускники с честью будут нести диплом и звание выпускника нашего вуза. У меня есть еще следующий вопрос. Я так, если вас правильно понял, ваши студенты ездят на практику в разные страны мира. А студенты с тех стран приезжают к вам? Как вы их размещаете? На каком языке обучаете? Расскажите поподробнее. Есть у нас договор с Краковским университетом, и студенты приезжают по обмину сюда. Краковская политехника. Да, Краковская политехника. Вот так правильное название этого вуза. Они приезжают сюда, и, так сказать, раз в году, один год приезжают они сюда, через год наши туда приезжают. Вот такая группа обменов, такая существует. Но у нас еще существует практика и в Германии. Есть статистика, сколько студентов уезжает за рубеж? Или работает в иностранных компаниях? Это разные вещи. В иностранных компаниях работает очень много. В принципе, много. Ну, где-то 20-30% выпускников тех, которые проходят через мою кафедру, они находят работу здесь, в Москве, в иностранных компаниях. Даже студенты работают. Да, это про студентов можно говорить, это можно говорить про инженеров с большой уверенностью. Ну, и мало того, вот пример, пожалуйста, самый современный на сегодня в нашей стране, и один из самых современных в мире заводов мусоросжигательных на улице Подольских курсантов, построила австрийская компания. И эта компания, она выиграла открытый конкурс, все, она набирала персонал туда. Из штатного персонала, ну, на мусоросжигательном заводе персонал очень небольшой, там где-то порядка 50 человек в 4 смены работает. Но, тем не менее, около десятка человек – это наши бывшие выпускники. Однопятые практически. Это люди, которые прошли конкурс, примерно 35-40 человек на место. Студенческие годы действительно летят очень быстро, и пора уже задумываться о будущем. Какие мысли сейчас есть у ваших студентов, в скором выпускников, мы сейчас и услышим. Своё будущее я вижу, конечно, работая по профилю своему машиностроительному, это различные дробилки, экструдеры, каком-нибудь хорошей компании. Ну, сейчас химическая промышленность у нас восстанавливается в стране, и поэтому я считаю, что особенно те, кто пошли учиться на полимеры, они в особенности получат хорошее образование и найдут, где работать. Я планирую работать по специальности именно в сфере переработки полимерных материалов. Я уже устроилась на работу в НИИХе, МАШ, инженером по специальности. Я уже непосредственно работаю на производстве, буду постараться, постараюсь двигаться дальше. Сейчас в основном в прессе и в правительстве говорят, что очень мало рабочих профессий в стране, что надо увеличивать количество техникумов. Ну, сейчас они называются колледжи. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас план по увеличению рабочих профессий по вашей специальности? И какие колледжи вы можете назвать, которые являются вашими профильными? Значит, мы сейчас активно внедряем следующую форму. Сокращенную форму обучения для тех студентов профильных колледжей, которые с нами контактируют. Это имеется в виду, что что надо для этого, чтобы студент этого колледжа, выпускник, имел родственную, нашему вузу, специальность. И тогда для таких студентов организуется сокращенная форма обучения. Ну, на два, грубо говоря, года меньше он учится. То есть, вместо пяти они учатся три года. Вместо пяти он на три года, да. Но для этого, значит, их надо подготовить. Тоже такие вот сейчас, так сказать, ведутся подготовительные курсы для учащих техникумов. Они проходят в вечернее время, потому что они днем учатся у себя в учебном заведении, они вечером приходят к нам, и мы проводим такие курсы, ну, в начале введения в профессию, рассказываем о своих специальностях, и они еще проходят дополнительно занятия по математике, физике, химии, которые они уже изрядно подзабыли, когда учились, то, что они уже там четвертый курс, они выпускаются. Мы хотим немного восстановить их знания по этим предметам, чтобы они потом, так сказать, более легче адаптировались в ту среду студенческую, которую уже сейчас... И после окончания этого колледжа они получают тоже диплом. Они получают, то есть у них получается непрерывное образование, средне-специальное, потом высшее образование, потом он, кстати, дальше может идти, у нас остаться магистром, аспирантом, ну, вот, так сказать, и получить в итоге степень. Игорь Викторович, я вас дополню, ведь есть возможность получения второго высшего образования в нашем гузе. Ну, я как бы задал вопрос именно о рабочих профессиях, именно не о высшем образовании. Но у нас нет рабочих. Что значит рабочих профессий? Ну, не рабочих, а вот, ну, допустим, высшая школа. Вы высшая школа, да. Да, да, мы готовим, так сказать, специалистов, вот, так сказать... Хорошо, наличие колледжа, это помогает... Это очень помогает, да. Дополнительное. Да, да, это помогает получить тех людей, которые целенаправленно идут по этой специальности уже. Они уже выбрали ее в колледже, и они хотят совершенствоваться в ней и дальше. И мы таким помогаем людям. Мы адаптируем их учебные программы к нашим, и тогда они получают, так сказать, меньший срок обучения, вот тот, который им очень интересен в данном случае. Часто это как раз очень привлекает молодежь московских колледжей. В основном у нас очень много разных колледжей, там целая есть программа работы с ними, приемные комиссии. И вот это у нас сейчас приоритетно. Если возвращаться к студенческой жизни, то хотелось задать такой вопрос. У вас в каждой группе есть старосты и профорг. В чем отличие их функций и, в принципе, если говорить о студенческом самоуправлении, насколько оно сильно развито? Староста в основном является передаточным звеном от декана, то есть от меня, как от декана факультета, к студенческой группе. Я через него довожу какие-то свои распоряжения или чувствую, есть ли какие-то потребности. По учебной дисциплине, по выполнению учебного графика. Потом я всегда выясняю, нет ли каких-то конфликтов в группе с преподавателями. Такое часто бывает. На пустом месте может возникнуть конфликт, который в дальнейшем... Личные какие-то моменты? Может быть, я говорю, на пустом месте. Может быть, но это потом повлияет на возможность получения нормального... Да, отсутствие, наверное, таких студентов, которые непосредственно контактируют с вами, с вами могут привести к каким-то более последствиям. Конечно, или точно правильно, я считаю, мы регулярно встречаемся со старостами. Это, в общем, назначается деканом. Старостом назначается деканом. А, это назначаемое? То есть невыбираемое, да. В основном эти старосты сохраняют свою должность в течение всего периода обучения, как правило, с первого курса. Потом староста определяет возможность сдачи экзамена в определенной последовательности. Что касается профсоюзной работы, это уже вот у нас есть профсоюз студентов, который в основном занимается социальными вопросами студентов. Это и социальные стипендии, которые... Это и общежития, наверное. А вообще студент, студсовет в общежитии. Это, кстати, у вас очень широко и масштабно так развито. Там бесконечное количество каких-то отдельных групп, которые занимаются каждым отдельным вопросом. Там и театр, там и студии всяких и изобразительных, и танцевальных, и прочих искусств. Чего только нет. Но я хочу сказать еще о социальных разных аспектах. Например, вот вы знаете, что все студенты в Москве имеют льготный билет на проезд в транспорте. И этим как раз занимается в основном у нас профсоюз. Я хотел еще рассказать об одном, может быть, аспекте нашей работы, который я считаю очень важен для экологического ВУЗа. Это понятие экологии и культуры. Понимаете, если человек пришел к нам в ВУЗ, и начинает курить, например, так сказать, или как-то недостойно себя вести, то мы как-то стараемся, так сказать, прививать какие-то навыки общекультурного поведения, общения. У нас совершенно запрещено курение в какой-либо форме. То есть внутри здания, да? Абсолютно. Абсолютно. Это очень строго за этим наблюдается. Курение и колодия. Это интересный термин. Это несовместимо. Нет, у нас такого нет. И потом вообще мы стараемся, чтобы студенты опрятными приходили. То есть в пальто и в куртках мы не пускаем на занятия. У нас есть гардеробы для этого. Вообще наши химические лаборатории предполагают, что одетым в верхнюю одежду нельзя приходить. Да, и вообще у нас студенты обязательно приветствуют передавателей вставания. Вы знаете, я вот был в других вузах. Нигде, не везде это бывает. Входишь в аудиторию, все сидят и на себя рассеянно смотрят. Нет, у нас есть такая памятная... Вы можете получить памятку у нас в вузе. Памятка первокурсника, где вообще вот этот кодекс поведения, он расписан. Там все вот это, как сказать, мы стараемся вот это тоже привнести. Но это ваши традиции, вашего вуза. Они, наверное, 90 лет уже существуют. А что нового сейчас появилось у вас вот с развитием технологии именно вот в традициях? Ну, в традициях у нас достаточно много появилось. Мы как университет уже, так сказать, ощущаем себя как такое, ну, как сказать, культурообразующее учреждение и в нашем районе, и вообще в рамках нашего мегаполиса. И вот в последнее время я горжусь теми обстоятельствами, что у нас коллектив провел такую работу по созданию некоторых мемориальных мест в нашем здании. У нас, например, есть, ну, просто уникальнейшая художественная коллекция вуза. Вот скажите, какой-нибудь технический вуз в Москве может обладать и вообще обладает ли настоящим художественным собранием раритетов, артефактов русского искусства? Может быть, Строгановский институт, но это профессионально, понимаете? А мы, экологи, и вот мы вот гордимся тем, что мы создали музей керамики мастерских Абрамцева. Вы знаете, что Савва Иванович Мамонтов в свое время создал завод керамических изделий Абрамцева, в котором работали и Михаил Врубель, и Валентин Серов, и другие художники и скульпторы того времени. Этот завод фактически с 1918 года был в Москве, он как-то был заброшен и властями, и, так сказать, не нашел востребований-то должного. И все те произведения керамики замечательные, которые там хранились, они были брошены на произвол судьбы. И вот оказалось, что нам тот завод передали под базу практики. У нас когда-то была керамическая специальность. И вот те произведения, которые там оказались бесхозными, они были перевезены к нам. У нас работал такой замечательный человек, Михаил Иванович Погодин, это внук знаменитого русского историка Погодина. И вот Михаил Иванович Погодин, создатель нашей библиотеки, он был директором фундаментальной библиотеки МИХМА, Института химического машиностроения, с 1936 года. И вот Михаил Иванович собрал эти раритеты, все у нас в библиотеке, они хранились. Когда я пришел учиться в нашу ВУЗ, я увидел, что везде стоят какие-то очень интересные керамические композиции. Вазы, плиты такие, значит, какие-то изразцы керамические, пласты. Везде они были. И студентами мы, так сказать, даже не понимали, а что это такое, поскольку тогда как-то в ВУЗе не очень-то обращали на это внимание. И в конце концов уже, так сказать, их осталось уже мало, этих произведений. У нас были пожары разные и обстоятельства всякие времени, которые не позволили их сохранить в полной мере. И вот получилось так, что где-то лет 10 тому назад все-таки мы, увидев, что в коллекции современного музея Абрамцева под Москвой хранятся пять произведений Врубеля, которые поступили из Московского института химического машиностроения. Вот мы это увидели в каталоге. Мы с большим трудом собрали примерно 15 произведений этого искусства. Мы пригласили специалистов Третьяковской галереи. Они подтвердили, да? Да. Подлинность, да? Да, подлинность. Мы пригласили доктора искусствоведения Марии Владимировны Нащекину, крупного специалиста в области керамики эпохи модерна. Она сделала научную работу. И мы издали каталог художественного собрания керамики Абрамцева в нашем университете. Таким массовым тиражом 3000 экземпляров был цветной каталог издан. И любой музей, в который вы попадете сейчас, любой музей русского искусства, не только в Москве, по всей территории, обязательно есть этот каталог. Поскольку это единственное фактически научное описание керамики того периода, который предлагается и ученым, и мы обязательно стараемся студентов отвезти в наш музей. У нас оборудована специально охраняемая экспозиция. Извините, да, я вас прерву. Очень хочется просто успеть еще несколько вопросов с вами обсудить. Давайте послушаем еще один комментарий вашего ректора. Молодой человек должен выбирать не где легче пройти, где легче учиться, а он должен выбирать специальность специальность на всю жизнь. Поэтому перед тем, как подавать документы, надо задуматься, что интересно, что бы хотелось. И все свои желания, интересы, какой-то, может быть, хотя бы небольшой опыт, подчинить одной цели – стать высококлассным специалистом. Мы хорошо поговорили с вами о конкурсах, которые проводят студенты в общежитии, выезжают куда-то на природу. А есть ли конкурс, который проводится между преподавателями? И как он называется? Да, где-то 10 лет тому назад, когда мы праздновали еще 80-летие образования нашего вуза, тогда по решению ученого совета у нас было принято положение о конкурсе на почетный диплом, почетное звание «Золотой Атлант». Почему «Атлант»? Для нашего вуза это не пустой символ. У нас в нашем старом здании из тут химического машиностроения главный вход оформляли два «Атланта». Поддерживали, наверное. Поддерживали, да. И каждый студент МИХМА знал, что такое «Атлант» и эти два «Атланта». И мы, взяв как символ этой награды эту фигуру «Атланта», держащую на своих плечах не только небесный свод, но и, наверное, те проблемы, которые возникают у человечества и с точки зрения экологии и другие подобные проблемы, мы учредили вот такой золотой диплом «Золотой Атлант», которым награждается от шести до десяти сотрудников преподавателей, профессоров нашего института ежегодно. Это происходит, как правило, в конце года. У нас бывает такое торжественное новогоднее мероприятие профессорского преподавательского состава, на котором комиссия… Это за вклад в образование, в систему образования? Да, это за личный, я подчеркиваю, личный вклад. Это голосование какое-то? Да, есть комиссия, причем комиссия общественности. Туда не могут входить представители администрации. Это профессорская преподавательская корпорация учреждает и присуждает эту награду. То есть вы тоже участвуете в таком образе? Ну, я сейчас не участвую как администратор, а вот другие мои коллеги участвуют. Причем эта комиссия сменяется с периодичностью раз в три года, по-моему. Вот, они собирают заявки или, так сказать, сами выдвигают, поскольку члены комиссии имеют право выдвижения кандидатур. И вот уже в этом году, по-моему, сейчас будет у нас присуждение, по-моему, уже 80-е номера будут присуждаться вот этих вот наград. У нас каждая награда именная, такая большая медаль красивая. Жалко, вы ее не захватили. Ну, вот мы ее... Предупреждать надо было. А вот у вас значки здесь, что это? Это отдельная история. Да, это отдельная история. Но она тоже связана с нашим вузом. Тоже связана с нашими. Вот у нас в этом году были учреждены почетные знаки во благо просвещения для поощрения тех тоже наших работников, которые проработали определенное количество лет в нашем университете или еще в высшем учебном заведении за вклад, тоже личный вклад в развитие учебно-методической, научной, административной, воспитательной и других аспектов нашей работы. Было учреждено три таких награды, значит, бронзовые за 30 лет в безупречной службе. Это вам так кажется, Янина, а для нас 30 лет это не срок. Вот Игорь Викторович с такой наградой здесь. Он нас завел. Да, у нас, значит, те, кто проработал от 40 до 50 лет, получили серебряную награду, и те, кто работает больше 50 лет, золотую награду. Что вы теперь скажете? Теперь у меня нет слов вообще даже комментировать подобное. К сожалению, наша программа уже подходит к концу. Я просто еще раз напомню нашим телезрителям, что всегда вы можете заходить на сайт нашего канала просвещения.тв, оставлять какие-либо комментарии или вопросы для гостей в студии. И самое интересное, мы непременно с Владимиром зачитаем в эфире. Нас смотрят телезрители. Может быть, можно дать им какой-то совет? Мы обсуждали такой вопрос, экология, такая важная тема и обширная. Как им сделать мир лучше, окружающую среду? Что вот можно делать каждый день, чтобы чуть легче, свободнее дышалось, чуть чище была вода? Есть какие-то такие советы? Нет ничего лучше того, что сказал французский писатель Антуан де Сент-Эксюпери. Устами маленького принца. Утром встал, убери свою планету. Я не знаю. Прекрасные слова. На этом мы заканчиваем нашу программу. Огромное спасибо, что пришли к нам в студию. До свидания и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»